Сложная система двигательных, условных рефлексов иногда еще называют иначе. Двигательные навыки. Ну и приведите мне пример двигательных навыков, которые есть у всех здесь присутствующих в аудитории. Письмо, конечно. Сложный двигательный навык. Ходьба, да не только ходьба, а вообще умение двигаться на двух ногах. Человек рождается с этим умением? Нет у нас врожденных рефлексов на эту тему. Это очень сложная система двигательных навыков, которая формируется при нормальном развитии, в ходе первого года жизни, ну а дальше доводится до полного совершенства в ходе последующих двух лет жизни. Значит, поэтому скажите, пожалуйста, если ребенка родителя оберегают настолько, что он в течение первых полутора-двух лет ни разу не упал и ни разу не расшип себе нос, коленку, лоб, там я не знаю, это хорошо или не очень хорошо? Не очень хорошо. Не очень хорошо. На самом деле его двигательные навыки неустойчивы. Так? И вся система ответных двигательных реакций у него будет притормаживаться. Наша система очень жестко работает. Так? Если нет основания работать на полную катушку, то ей нельзя заставить работать на полную катушку. Если нет представления о возможной боли в конце определенного действия, то вы любыми там ссылками на разум, на ну подумай же, не добьетесь абсолютно ничего. С тем просто не будет задействована. И нет информации о возможном отрицательном последствии. То, что мама будет ругаться, конечно, важная вещь, но это просто полудругой епархии. Это никакого отношения к боли не имеет. А система запускается не этой системой сигнала, а ровно внутри. Значит, к двигательным навыкам будет относиться и ваша возможность писать, и возможность рисовать. Так? И возможность работать на клавиатуре компьютера. Но вот это уже сложный двигательный навык, имеющий под собой смысловой подтекст. Не чистая моторика, конечно, но по себе. Да. А речь будет сюда? Речь намного сложнее. Она включает в себя и двигательный компонент, конечно. Но это явление потрясающе сложное. Так? Значит, ну, как это проще всего показать? Значит, про глухонемых людей слышали, которые не могут произносить звуки? Значит ли это, что у них нет речи? Нет. Нет, конечно, не значит. Речь у них, конечно, есть. Какая речь? Не звуковая. Не звуковая. Жестовый язык или знаковый язык. Это, кстати, два разных варианта языка. И о том и другом мы будем с вами говорить, когда зайдет речь о языках животных. И о основании человеческого языка. Что такое знаковое, что такое жестовое. Так что речь отлюбленнее сводится к системе производства звука. Это действительно очень сложная реальность. Это мы с вами на данном этапе, на вполне неплохом уровне, значительно высшей школьной программы, распотронили всю тему, связанную с рефлекторной регуляцией поведения, с рефлекторным поведением. При этом, позвольте себе вернуться к первому занятию, когда мы смотрели, а какие еще регуляторы реакции, кроме рефлексов, существуют. Мы с вами наскребли три разных окна. Рефлексия – это только одна из. А какие еще возможны? Местные реакции и индивидуально изменчивое поведение. Ну, напоминаю, что местная реакция – это реагирование отдельных клеток или участков ткани без всякого участия нервной системы. Ну, просто на каждой клетке есть свои собственные белки рецептора, которые, принимая определенный сигнал, вызывают определенные изменения событий внутри клетки. Типичный пример местной реакции – допустим, загар. Так, значит, вы повалялись где-нибудь на солнышке, и через некоторое время при регулярности у вас меняется оттенок кожи. Никакого отношения к рефлекторной системе отряд с ними. Это у вас отдельные клетки, каждый сам к себе реагирует. Ну и, наконец, самая сложная форма регуляции поведения – индивидуально изменчивое поведение. О нем мы в этом году скажем совсем-совсем немножко, потому что это действительно реально высший пилотаж. И как раз вот здесь мы с вами выйдем на границу, когда кончается физиология. Кончается физиология, и начинается эпархия другой науки совершенно. Какой? Психология. Психология, совершенно верно. При этом физиология является от начала до конца естественной наукой. То есть она хорошо редуцируется к химии, а химия – к физике. То есть можно свести причины физиологических реакций к биохимическим, а разбираясь с биохимическими взаимодействиями, в конце концов, сойти до уровня взаимоотношений внутри отдельных атомов, организации связей между атомами и так далее. Вот здесь такой ряд срабатывает. Психология – это наука из другого блока. Типичный вариант гуманитарной науки. Там совершенно своя логика вывода. Абсолютно иная природа исследуемых объектов. И делать прямой перескок вот такой границы между физиологией и психологией крайне не рекомендуется. Результаты оказываются, мягко говоря, не то чтобы даже спорными, а, к сожалению, чаще всего смехотворными. Огромное количество... Причем существует хорошо известный закон. Чем лучше человек в качестве физиолога, чем он более грамотный биолог, тем сложнее ему объяснить некоторые аспекты психологических сторон поведения человека. Такой человек всегда будет иметь тенденцию объяснять все на свете через физиологические реакции, не задумываясь над элементарной вещью. Дело в том, что на самом деле единственное, что реально умеет нейрон, это генерить, спать нервный импульс. Характер нервного импульса во всех участках вашей нервной системы ровно одинаковый. С какого перепуга возбуждение и работа одних участков рождают у вас одну группу ощущений и образов, а возбуждение и работа другой группы нейронов рождают другие системы ощущений и образов, можно, конечно, представить себе, что ваше ощущение – это и есть информационная начинка, не материальная информационная, работа как раз этого блока. Значит, извиняйте, здесь возникнет следующий вопрос, который окажется ровно настолько же неснимаемой. Информация у вас крутится вот здесь, вот здесь, а ощущение-то ваше приурочено не сюда, а вон туда. Вы не ощущаете яблоко у себя в голове, а вы ощущаете его во внешней среде. Каким образом при этом можно реконструировать привычный нам четырехмерный континиум пространства-времени, остается совершенно непонятным, просто ни разу. За всем все, я понимаю, что последние две минуты того, что я говорил, младшая фракция, скорее всего, поняла только союзы. Ну или предлоги, может быть, еще. Так что последние там несколько раз относились скорее к старшей фракции, здесь собравшись. За всем все на сегодня.